Продолжение следует... В 1487-1991 году она имеет посередине большой четырехгранный столб, на который опираются своды. Этот столб, кстати, скрывал царский трон от взглядов, входивших в палату на пир или аудиенцию. Грани столба украшены рельефными изображениями животных. Вот эти современные рельефы, существующие сейчас, были сделаны при реконструкции столба в 1960-х годах. Но они опирались на старую иконографическую традицию, правда, с некоторыми изменениями. Я не буду останавливаться на тех изображениях, которые помещены на кайме, обрамляющей центральные фигуры, потому что часть этих изображений не находит аналогов в более старой традиции, видимо, было сделано при реконструкции. А вот центральное изображение, оно почти точно воспроизводит то, что было на этом рельефе в конце XV века. Вы видите как раз, что здесь помещен некий такой вазон, увенчанный шишкой, и по сторонам этой композиции помещены два дельфина мордами вниз, занимающие центральное положение этого столба. Ну, надо сказать, что декор палаты, он вообще наполнен разного рода зоорогическими символами. Здесь есть изображение двуглавого орла, здесь, по всей видимости, были также изображения единорогов, но, тем не менее, вот это центральное изображение дельфинов, оно, конечно, очень показательное. Надо сказать, что это не единственное изображение дельфинов в период Московской Руси. Вот эта гравюра из издания записок посла Священной Римской империи Сигизмунда Герберштейна, который дважды побывал в Москве при Василии Третьем, изображает самого великого князя Московского. И вы видите, что он сидит рядом с изображением московского всадника и сидит на троне, украшенном тоже двумя дельфинами. Это изображение относится к середине XVI века, оно появляется уже в венецианском издании записок Герберштейна 1550 года и дальше повторяется практически без изменений в дальнейших изданиях XVI века. Сложно сказать, конечно, насколько изображение этого трона было фантазийным и была ли здесь какая-то реальность. Во всяком случае, изображение подобного рода тронов, украшенного дельфинами, мы находим в итальянской культуре эпохи Ренессанса. Например, картина Козима Туры «Муза», это середина XV века, из Национальной галереи в Лондоне. Можно также посмотреть на полиптих Андреа Монтыни, который хранится в галерее Брера. Здесь помещено в центре изображение евангелиста Луки, который тоже сидит на троне. Ручки этого трона украшены изображениями дельфинов. Так что это была определенная традиция ренессансно-итальянской культуры. Возможно, также она отразилась и на этой гравюре, изображающей Василия III. Может быть, этот трон имел какие-то и более ранние реальные прототипы. У меня, к сожалению, здесь нет еще одного очень интересного изображения. Это изображение относится к концу XVI века из «Жития Сергия Радонежского» иллюстрированного. Там есть миниатюра, которая представляет князя Семена Гордова, сидящего на троне. И очень интересно, что по бокам этого трона помещены две стилизованные фигуры каких-то животных в S-образном изгибе с крючковатыми носами. Мне очень интересно, что вот этот характерный изгиб в виде латинской буквы «С» и сама форма туловища этих фигур, которые завершаются такими элементами, похожими на плавники, и хвосты переходят в изящные завитки, тоже в какой-то степени напоминает изображение дельфинов. Так что, возможно, ну, конечно, это отнесено было к более раннему времени, к XIV веку, но возможно, что в XVI веке подобного рода троны, украшенные этими фигурами, могли существовать не только как изобразительная традиция. Оказывается, что дельфины также присутствуют в декоре разного рода сооружений Московского царства. Ну, вот, например, это белокаменная резьба львиных ворот, вероятно, потешного дворца. Это палаты царского тестя, боярина Ильи Даниловича Милославского, которые были построены в середине XVII века. Затем они перешли в казну, и там уже находился потешный дворец Алексея Михайловича. Ну, вот здесь вы видите изображение двуглавого орла, который окружен так вот тоже по бокам некого, так сказать, вазона, который увенчан двуглавым орлом, окружен тоже двумя фигурами дельфинов, направленных мордами вверх. Есть подобного рода изображение и в декоре теремного дворца, построенного при царе Михаиле Федоровиче в 1630-х годах. Ну, надо сказать, что вот эта вот роспись, она, конечно, поздняя, это роспись уже XIX века, а вот резьба теремного дворца, она, в общем, сохранилась, ну, с определенными, конечно, понавлениями, безусловно, сохранилась со временем Московского царства. Здесь тоже, вот видите, изображение дельфинообразных существ присутствует. Дальше мы можем посмотреть на очень красивые порталы кремлевских храмов. Вот северный портал Благовещенского собора, он датируется 1508 годом, очень изящный резной портал, явно, конечно, итальянская работа, хотя сам Благовещенский собор был построен псковскими мастерами. И здесь тоже с двух сторон этот портал украшают изображения неких ваз и изображения дельфинообразных существ, очень напоминающие то, что мы видим на столпе Горновитой палаты. Вот входной портал Архангельского собора. Это тоже самое начало XVI века, но почти одновременно строительство с Благовещенским. Здесь мы тоже видим вазоны, украшенные вот такими морскими существами, в которых тоже можно видеть стилизованных дельфинов. Есть дельфины на изразцах московских XVII века. То есть, иными словами, эти изображения повторялись и, видимо, имели какое-то, помимо чисто декоративного, конечно, могли иметь и какое-то символическое значение. Безусловно, они очень напоминают европейскую итальянскую традицию эпохи Ренессанса, где тоже дельфины в таких гротесках декоративных присутствуют. Но сама символика дельфинов, конечно, уходит корнями в европейскую культуру еще античного времени. Владимир Николаевич Топоров в соответствующей статье «Анциклопедии мифа народов мира» охарактеризовал дельфина в античной мифологической символике как царственную рыбу, благожелательную к людям, одну из апостасий Посейдона, тритона и эмблему нереит. Большое значение придавалось также способности дельфинов спасать тонущих. Знаменитая легенда о Кефареде Орионе, всем хорошо известная, что повлияло впоследствии на христианское представление о дельфине и античной, и затем уже в христианскую эпоху тоже, как носители душ умерших в загробный мир. В ранней античной традиции образ дельфина был тесно связан с Аполлоном. В Гомеровом гимне к Аполлону во второй ее части, который приписывается к Кенефу Хиоскому и был создан в 7 веке до н.э., рассказывается об основании знаменитого оракула Аполлона в Дельфах. Аполлон, приняв образ дельфина, выпрыгнул из моря на корабль критских купцов и привел этот корабль к Крисе, после чего на юго-западном склоне горы Парнас было основано пифийское святилище Аполлона, контроль над которым впоследствии перешел к дельфам. Согласно гимну, поскольку Аполлон призвал первых жрецов к самосвятилищу в образе дельфина, сам он стал величаться дельфинем, а алтарь стал прозываться дельфиней. По всей видимости, культ Аполлона-дельфиния был первоначально островным и лишь затем был перенесен на материк. Возможно, как полагают исследователи, ассоциация Аполлона с дельфином восходит к какому-то общему корню, отразившемуся и в слове «дельфин» и в топониме «дельфы». Таким образом, дельфиней стал эпиклезой Аполлона и в этом качестве также присутствовал в античной эмблематике. Изображение дельфинов в разных видах можно увидеть на монетах различных античных полисов. При этом дельфин может выступать атрибутом нескольких богов. В частности, он может быть атрибутом Посейдона. При этом встречается изображение Посейдона, который держит дельфина в руке, например, на монетах Теннесса. Может быть изображен Посейдон, замахивающийся трезубцем, и за ним плывущий дельфин, как, например, на монетах македонского царя Дмитрия Поляркета, конец 4-го, начало 3-го века до н.э. Дельфин также может выступать как атрибут Персифоны. Вот, например, на монетах Сиракуз 5-4 веков помещалась голова Персифоны в профиль или позднее в анфас, окружённый изображениями дельфинов. То же изображение встречается и на монетах Карфагена. Выдающийся нумизмат Зогров полагал, что на сиракузских монетах изображена голова нимфы Аретусы, пресноводный источник которой бил на острове Артигия в гавани Сиракуз. Четыре дельфина, составляющих рамочку, обрамлявшую голову нимфы, в начальный период являлись как бы реминесценцией вдавленного квадрата, получавшегося при чеканке древнейших монет. Символически дельфины могли означать волны морской воды со всех сторон окружающий остров с источником Аретусы, а затем превратились в декоративный элемент, сопровождавший изображение богинь. Ещё одно изображение очень интересное. Это изображение мальчика, сидящего на дельфине. Это изображение Тараса, местного божества города Торента, которое помещалось на монетах этого города 5-4 веков до н.э. Можно посмотреть на ещё такого Тараса, буквально подписанного здесь на этой монете. С изобразительной точки зрения, наиболее близкая аналогия, более поздняя, это изображение Амура на дельфине, известное на республиканских динариях Рима в сочетании с изображением головы Нептуна и трезубцем на другой стороне монет. Этот сюжет может быть связан с легендой о поисках дельфинам будущей жены Посейдона Амфитриты. Надо сказать, что также дельфины на монетах античного мира могли быть и парными. Например, два дельфина по сторонам восьмиконечной звезды мордами вверх изображены на монетах сиракузского тирана Дионисия Старшего. Затем в конце 5-го, начале 4-го века на монетах Миссана, это тоже Сицилия, особенно монеты сицилийских полюсов активно использовали символику дельфина, появилась композиция с изображением дельфина под зайцем. Известны также тетродрахмы сицилийского акраганта с изображением дельфина под крабом. Наконец, древнейшие монеты при Черноморской Ольвии вообще имели сами по себе форму дельфина. Затем уже в более поздний период на этих монетах появляется изображение орла, стоящего на дельфине, часто сопровождаемое профилем Диметры. Надо сказать, что в Ольве особенно почитался Аполлон дельфиней, и, видимо, в связи с этим дельфины и появились на монетах этого полюса. А изображение орла на дельфине было очень устойчивым и сохранялось вплоть до 2-го века нашей эры. Подобные изображения можно встретить также на монетах Синопы, Истра и Боспорского царства. Интересным композиционным решением выделяются монеты боспорских спартакидов, изображение на которых восходит посмертным статорам фракийского царя Лисимаха, выпускавшегося Византием со 2-й половины 3-го века до нашей эры. Здесь на оборотной стороне представлены сидящие на троне Афины и в нижней части поля под обрезом. Здесь очень плохо на этой монете воспроизводится, но на самом деле здесь горизонтально положен трезубец с двумя дельфинами по сторонам рукояти. Вот это изображение трезубца с двумя дельфинами впоследствии известно как одна из эмблем Константинополя. Таким образом, в античное время дельфин воспринимался в качестве атрибута нескольких богов, многие из которых были связаны именно с морской стихией. И мы видим изображение и двух дельфинов, правда, весьма редкое, а также такие изобразительные формы, как мальчик на дельфине и орел на дельфине. До некоторой степени изображение мальчика на дельфине восходит к представлениям о дельфинах, изложенном, в частности, в античной традиции зоологической, Аристотелем в истории животных. Аристотель пишет, из морских животных больше всего рассказов передается о дельфинах, об их кротости и способности к приручению, а также о любовных вожделениях к мальчикам. И в Торрентии, и в Карии, и в других местах. Отсюда вот и Тарас. Когда около Карии один дельфин был пойман и изранен, то по рассказам множество дельфинов явилось в порт, пока рыбак не отпустил его. Тогда все вместе ушли обратно. Маленьких дельфинов всегда сопровождает кто-нибудь из взрослых ради охраны. Вот это представление зоологическое, оно тоже потом было переосмыслено в символическом ключе. И далее Аристотель сообщает различные естественно-научные исследования о дельфинах, выделяя их быстроту и особенно взаимопомощь. Надо сказать, что о случаях дружбы мальчиков и дельфинов сообщают также Плиний старший в своей естественной истории, Плиний младший в письмах. А в античной традиции, как мы видели, может в образе мальчика на дельфине представать и крылатый эрот или амур. Эта традиция, изображение амура на дельфине, она известна, например, далеко даже за пределами классического античного мира. Вот в захоронении правителей Бактрии встречаются такие подвески. Можно вспомнить гебмы, можно вспомнить статуарные изображения, как, например, вот эта фонтанная статуя эрота на дельфине первого века нашей эры. Амур или эрот на дельфине, он является также атрибутом, уже в римской традиции, атрибутом Венеры, вот фреска рождения Венеры из Помпей. Ну и дальше различные пути, ангелочки и мальчики с дельфинами известны и в культуре Ренессанса. Андреа Вероккио Путто с дельфином в Палаццо Векио Флоренции. Да, ну и дальше, значит, соответственно, знаменитая скульптура Лоренцо Лоренцетто «Мертвый мальчик на дельфине». И, кстати говоря, вот эта традиция, изображение эрота на дельфине, она, в Ренессансе возрождённая, она отразилась ещё в оформлении вот такого интереснейшего памятника русской культуры, как костяной трон Ивана Грозного. Но это самый древний сохранившийся трон российских государей. Он приписывается Ивану Грозному совершенно неосновательно, на самом деле он был сделан, по всей видимости, в конце XVI века. И он дошёл до нас не совсем в аутентичном виде, потому что вот эта центральная часть трона, она была сделана только в XIX веке. А до этого вот эта центральная пластина представляла собой изображение Дианы, охотницы, сидящей на лане. А вот здесь вот помещены изображения, сохранившиеся, так сказать, с того времени. Здесь история царя Давида, а вот здесь всякого рода античные сюжеты, в том числе и морского плана, также изображающие, например, Эрота на дельфине вот в декоре этого трона московских царей. Так что можно представить себе, что русские цари, а этот трон, в общем, использовался при венчании русских царей, они, значит, вот венчались на царство, на троне с изображением античных божеств, античных сюжетов. Ну и дальше брельефы уже более позднего времени, это летний дворец Петра I, тоже изображение различных мифологических существ, в том числе и на дельфинах, ориона, там, торвальдсена и так далее. Ну и дельфин, как символ амфитриты, символ, так сказать, поиска невесты Нептуна, он также нашел свое воплощение и в астрономической традиции античной, где возникло созвездие, дельфин, изображавшийся вот таким вот образом, тоже в виде S-образной фигуры. И также в античные времена существовала и такая впоследствии известная эмблема, как дельфин, обвивший якорь. Ее можно видеть на камеях, где она служила олицетворением выражения «поспешай» или «торопись медленно», которое, по преданию, было любимым изречением императора Августа. Этот сюжет встречается на монетах Древнего Рима, также на камеях и на других памятниках. В качестве символа предусмотрительности и осторожности дельфин с якорем получил известность в эпоху Возрождения. В конце XV века он стал типографской маркой знаменитого венецианского издательства «Альда Мануц». Это была одна из самых ранних типографских марок в истории Европы. С этим знаком познакомился Венеции и Максим Грек, который столковал его следующим образом. «Якорь показывает утверждение и крепость веры, рыба же душу человека. Притча, то есть эмблема, учит нас, как якорь железный крепит и утверждает корабль в море и избавляет его от всякой беды, морских волнений и бурь, так и нелицемерный страх Божий избавляет души от всякой напасти и козней видимых и невидимых врагов». Таким образом, эта эмблема получила христианскую трактовку крепости в вере, и как следствие этого дельфин стал символом спасения души. Способность дельфинов спасать тонущих и вытаскивать трупы на берег стала интерпретироваться в христологическом ключе. Дельфин мог символизировать Христа или Церковь как спасителей человечества. В качестве символа христианского спасения дельфин трактовался и в славянской культуре. Надо сказать, что вот эта христианская символика также в возрождении, по-видимому, присутствовала, потому что, если мы посмотрим, например, на изящную ренессансную раму Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи, мы увидим здесь христианскую символику голубя и двух дельфинов. Дельфины таким образом могут здесь символизировать христианское спасение, как бы осененное Святым Духом. Помимо вот этой христианской трактовки существовала также и трактовка картологическая, потому что дельфин мог символизировать и заботу правителя о своих подданных. Эта символика также, по-видимому, восходила к представлению о спасении дельфинами тонущих людей. Ну, особая геральдическая традиция, на которой они будут сейчас останавливаться, она не имеет прямого отношения к этой символике. Это знаменитые дельфины, так сказать, французских дофинов. Это абсолютно гласная символика. Значит, один из графов венских в XII веке использовал прозвище Дельфин, и затем оно стало гербом, поскольку это графство стало наследием французской короны, стало гербом французских дофинов. Но это отдельная совершенно ветвь, не связанная, так сказать, с основным моим повествованием. И вот дельфины также, по-видимому, как символ церкви, символ Христа и христианского спасения, также присутствовали и на эмблемах, связанных с Константинополем, эмблемах и реальных, эмблемах и фантазийных. Но сложно сказать, насколько это реальное изображение. Это хроника Константского собора Ульриха фон Рихенталя начала XV века. Здесь изображен герб патриарха Константинопольского, который представляет собой щит с красно-резной каймой и в лазориум поле серебряная перевесь с тремя золотыми дельфинами. То, что это дельфины, это понятно, потому что именно так дельфины изображены здесь, в частности, в этой хронике и в гербе французского дофина. Если дельфины действительно каким-то образом не просто были связаны с христианской символикой, но также и отсылали к Константинополю, то их появление в эмблематике Московской Руси XV-XVI веков кажется вполне закономерным и входит в контекст преемственности Московского царства от Византийской империи как царства православного, как царства православного спасения. Спасибо большое. Все, что я хотел сказать. Редактор субтитров А.Семкин